Вевекананда пришел к Рамакришне и спросил, «Можешь ли ты доказать, что существует Бог?» Рамакришна спросил, «Достаточно ли у тебя смелости?» Тот колебался лишь в мгновение и ответил, «Да, я хочу увидеть Бога». Когда он вышел из этого состояния, все его вопросы полностью исчезли. Все вы слышали о Свами Вевекананде. Для тех, кто не знает, Вевекананда был первым йогином, который в 1893 году приехал в Соединенные Штаты Америки, в Чикаго. Его гуру был Рамакришна. Вевекананде было всего 18 лет, и он был полким юношей. Однажды кто-то сказал ему, «Есть один мистик, Рама Кришна, ты должен увидеть его. У него есть ответы на все вопросы. У тебя же так много вопросов. Тебе нужно сходить к нему». И Вевекананда пошел. Он был полон энтузиазма, обладал острым интеллектом и был готов спорить по поводу всего на свете. Он был активистом. Он не был духовным искателем как таковым. У него не было таких намерений. Но он был полон вопросов. Он еще не был осознанным духовным искателем. Он был скорее активистом. Он ходил на разные встречи, чтобы разоблачить предрассудки, с которыми сталкивался повсюду. И вот он пришел к Рама Кришне и спросил, «Ты все время твердишь «Бог, Бог», но можешь ли ты доказать, что Бог существует?» Рама Кришна сказал, «Ну, я и есть доказательства». Виве Кананда был полностью обескуражен. Он ожидал разных головкружительных доводов, а Рама Кришна лишь сказал, «Доказательства — это я. Я здесь, вот доказательства». Но затем Виве Кананда сделал ошибку и попросил, «Можешь ли ты сделать так, чтобы и я испытал это?» Рама Кришна спросил, «Достаточно ли у тебя смелости?» Виве Кананда, как известно, был очень храбрым юношей. Тот колебался лишь в мгновение и ответил, «Да, я хочу увидеть Бога». Рама Кришна просто поднял ногу и поставил ее на грудь юноши. Несколько дней Виве Кананда не выходил из состояния самады. Когда он вышел, все его вопросы полностью исчезли. После этого он не задал ни единого вопроса. Он увидел то, чего и представить не мог в своей жизни. А потом безумие захватило его. Рама Кришна же, если бы он остался один, никто в мире никогда бы не услышал о нем, потому что у него не было средств для общения с остальным миром. У него не было возможностей достучаться до людей. Он был невероятным. Но он недостаточно умелым в плане взаимодействия с миром. Ему не хватало некоторых способностей для взаимодействия с миром. Поэтому он выбрал Виве Кананду в качестве орудия. Виве Кананда распространил послания Рама Кришны по всему миру. До него были сотни Рама Кришен. Но вы слышали лишь об одном Рама Кришне. И это только благодаря Виве Кананде. Почти в каждом индийском доме есть фотография, которая называется «индуистский монах», потому что все считают Виве Кананду вдохновением. Он вдохновил целое поколение людей. Он продолжает вдохновлять миллион людей, даже сегодня, потому что он был настолько пылким человеком. Что бы он ни сказал и что бы ни сделал за этот короткий промежуток времени, Виве Кананда умер очень рано, в возрасте 32 лет. За этот короткий промежуток времени он зажег много людских сердец и создал крупную организацию, которая существует по всему миру и сегодня. Миссия Рама Кришны есть почти в каждом уголке мира. Я ездил в Дакшанешвару, в Калькутте. Там, после смерти Рама Кришны Прамахамсы, его ближайшие ученики образовали миссию Рама Кришны, новый орден. Рама Кришна никогда не посвящал их в монашество. После его смерти эти люди решили, что посвятят своей жизни распространению его послания. Они объединились и сами стали монахами. Они решили, что посвятят своей жизни распространению его послания. Поэтому они объединились и создали небольшой ашрам на берегах Хугли в Калькутте. Они стоят рядом с рекой, их там сфотографировали. Вы должны видеть этих людей. Какие они? Они подобны огню. Они взяли на себя это обязательство. И эти восемь человек посвятили своей жизни созданию миссии Рама Кришны и распространению послания по всему миру. Даже сегодня это одна из самых эффективных духовных групп. Они до сих пор делают свою работу по-своему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова